Мой прадед Сазонов Крим Александрович родился в 1912 году и в возрасте 29 лет в июне 1941 года отправился на фронт в составе 307 стрелковой дивизии 13 армии в звании лейтенанта командуя разведывательным взводом в ходе подготовки Костронинской оборонительной операции, целью которой было сорвать немецкий план Блау по захвату нефтяных месторождений Северного Кавказа и Баку, получил тяжелое ранение в правую ногу. После лечения вернулся в ряды Красной Армии в состав 3-й танковой армии в должность командира взвода. В ходе Орловской наступательной операции Курской битвы получил ранение в правое бедро. С сентября 1944 года служил на Прибалтийском фронте, а после победы над Германией продолжил службу в рядах Красной Армии. С 1946 года зачислен командиром взвода в 50-й отдельный трофейный батальон и выполнял там обязанности начпродснабжения. Со слов командира батальона, который он пишет в наградном листе, мой прадед был добросовестным, исполнительным и честным человеком. Награжден медалями за победу над Германией, за боевые заслуги и орденом Красной Звезды. Орден Красной Звезды. Государственная награда СССР, учрежденная 6 апреля 1930 года. Орденом награждались военнослужащие Советской Армии, военно-морского флота, пограничных и внутренних войск, сотрудники органов Комитета государственной безопасности СССР, а также различные госучреждения, воинские части и соединения, военные корабли. К сожалению, информации в семье о нем сохранилось не так много. Я могу точно сказать, что всю свою жизнь он отдал службе в армии. И к концу жизни имел высокое воинское звание и получил жилье в городе Ржеве, в котором я провел свое детство. Из воспоминаний моей бабушки можно сказать, что отличительной чертой моего прадеда, Сазонова Клима Александровича, было чувство справедливости и доброта. Единственное и самое главное, что мое поколение способно сделать, это сохранить память. Память о своих предках и о тех людях, которые устояли пред этой великой бедой. Память – это малая доля, которую мы просто обязаны нести и передавать ее будущим поколениям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова